Здравствуйте, наши приятели, близкие, родственные по духу, по душе, по энергетике. Сегодня у нас 7 июля 2022 года, или 7530-е лето, от сотворения мира в Звездном Храме. Сейчас у нас проходит индивидуальная семейно-родовая академия, это называется приват по-германски. То есть у нас, кто народ не хочет, светится или по каким-то, то есть приезжает чисто кровно-родственники, семейно-родовая. И вот к нам приехал ботянька с дитем, вот если он посчитает нужным, он о себе расскажет. И сейчас, сегодня у нас второй день, такой семейно-родовой школы-академии, ведической академии, русской ведической академии, род и природа. И сейчас писали родовую отчину, отчина имения, чтобы нам изменить качество жизни, нас, чтобы единомышленников было 50% плюс один человек. А кто такие единомышленники, кто живет по совести, по чести, с любовью, с правдой, справедливостью, кто понимает, что есть такой же род, природа, щит, обычаи, традиции, семи рода, предков. И что нужно для этого, чтобы быть здравое, растительное, живое питание, чистая вода, чистый воздух, родовую отчину, отчина имения, чтобы человек жил здесь и сейчас. И обязательно денежные финансовые средства ежегодно, конкретно на Руси, на ведической Руси, вещих, русов, минимум 180 миллионов рублей для обустройства качества жизни здесь и сейчас. Чтобы человек построил дом, гостевой дом, баньку, сауну, теплицы. Хочет, разводит коников, коров, голубей, собак и так далее. Чтобы человек жил здесь и сейчас. И дети, чтобы в этом вырастали. И вот сейчас как раз у нас такая академия, семейно-родовая ведическая академия происходит. И сейчас я передаю слово Екатерине Константиновне Чудиновских, так как они писали родовую отчину, в отчину имения, послание, она все расскажет. И затем мы проведем вечер, и затем Олег Геннадьевич по просьбе семьи и рода расскажу о чакрах, чакровой системе, и что такое сворожий круг. Сегодня у нас второй день Академии Семейно-Родовой. У нас уже прошли, и завтра третий день, тоже будут чистки. Духа, души, тела, энергетики, восстановление связи с родом, с предками, совесть. Чакры, чистки, исцеления и родовые вещи, послания тоже каждому принято. Принято бате, принято ребенку. Справка пупочка у нас тоже в основе. Сегодня второй день будет. Сегодня рисовали родовые картины, родовые отчины. Это арт-терапия, энергетические картины, которые вам будут в помощь, в материализации ваших мечт, ваших сил, мест. И завтра у нас тоже будет практика, энергетические картины. Вы будете самостоятельно свои символы, своих помощников материализовывать. Динамическая медитация тоже уже прошла, и статическая медитация потоковая, информационная, энергетическая будет уже завтра. То есть вся информация, которая пойдет по потоку в моменте «здесь и сейчас», практики медитации, она именно настроена будет на вас, на тех, кто присутствует в моменте «здесь и сейчас», на этой академии. Целительная практика, пробуждение родовой памяти и исцеление всего рода. Так же, как и динамическая медитация, тоже исцеление всего рода. Вчера был первый день, были чистки, восстанавливали родовую связь. И в этот момент, как раз, когда Олег Геннадьевич проводил эти сеансы, с вами было принято родовое вещепослание индивидуально. То есть это и предназначение, и настоящее, и прошлое, и многовариантность, но несколько вариантов из самых лучших. Для судьбы, для жизни в моменте «здесь и сейчас», на перспективу. Сила родовая, то есть именно материализация, когда я буду зачитывать, помощь рода, она будет как раз помогать, приходить, возрождаться. Помощники родовые, энергетика, все это будет помогать. Я буду читать, вы осмысливаете, запустим энергетику. Дальше будет домашнее задание, как обычно, минимум 41 день. Читать это послание, активизировать свои новые порталы, новые потоки энергии, харизмы, характера, совести, связи с предками. Ведь самая мощная энергия, самая мощная встреча, это, конечно же, вживую. Только вживую можно, сакральное, то, что на душе, от кого прячешь, когда то вживую, этот, этот, это все раскрывается, и проработка, она идет сильнее и мощнее. Поэтому самая мощная от Академии — это вживую. И самое сакральное тоже открывается только вживую. Ну и, конечно, рекомендации индивидуальные дальше для закрепления. И родовое вещее послание для отца, для вати. Сейчас зачитаю. Можно закрыть глаза, если хочется. Если не хочется, смотреть, слушать, вникать и осмысливать. Странник небес, где же твоя колесница? Тысячу мощных словес. Надо. Чтобы к тебе явиться, нужно открыть для себя. Чтобы пришла в любви новая, лучшая, родом даренная жизнь. Поцелуй женских небес подарил новый лучик. Тот стал сильней, могучей. И он застал ту искру, что на сердце разожглась. Но не нашла таранье для своего костра причал. Не подыгрывай. Не подыгрывай ты никому никогда. Не подыгрывай ты, она. В ночь на душе полет отождествила. За добрые дела, поступки, она так любит незабудки. К ней за букетом заходи. И в этот миг твое проснется сердце. Ее созвучно отыграет мелодию божественного ветра с небес вселенной и души. И не спеши делать выводы, она или нет. Скоро придет тот долгожданный ответ, когда в глазах проснется радость от проснувшихся надежд на новую поляну пойдешь ты без невежды. Все умники-разумники в них отточи смекалку. В них разбуди ты пряху, чтобы плели нити судеб своих родных жизней. Чтобы каждый тебя, как родного, к себе приголубил. Чтобы был навеселе только трезвый. Чтобы снова раздался радостный смех в твоем доме. Как прежде, не будет. Но рода надежда подарит величие лет. Слоны, верблюды и гиппопотама. Бываешь, как они, такой упрямый. Уселся, не сорвешь с насиженного места. А как же ты притянешь новую невесту. Ты себя покажи с новым взглядом. По этажам подымаясь, все выше и выше, смелей и радушней. Согреваешь своей мудрой душой очень многие души. И вот в руке огонь нашел местечко для костра. Руками к животу и направляешь тот портал любви, который ты еще не получал. Чистейший и без подвоха. Такой, о чем ты прочитал в любимых книжках. Все образумится, поверь. В твоей руке самой раскрыта дверь. Ключ в ней от сердца твоего. Возьми себя за крепкое плечо и прошепчи. Люблю тебя, родная мама. Я так хочу тебя понять. Чтобы собою воспитать любовь. Чтобы она жила всегда. Чтобы в руках еще сильнее огонек. В костер большой разжегся. И мой характер улыбнется. И подойдет тогда она. Избушка на курьих ножках показалась. В лесу протертое окошко. В ней и Баба Йога повстречалась. Здесь ждет давно уж русский дух. Здесь вымя у коров налита. Они пасутся сами по себе без пастухов. Тебе от Бабы Йоги ждет подарок. Сто горшков молочных рек и красоты. Чтоб дочери росли красой, обрамляли свет луны. Чтобы здоровье подправляли бабушки твои. Чтобы ты вспомнил много лет назад, когда была мечта от сердца. Она пришла опять. И новую дверцу отворишь. Ее внедришь в свой план и расцветет. Твой сад и огород и место силы. Станет чудным тестом наполняться из любви той обережной. Что греет душу и надежду. Здесь свой пирог ты испечешь. И новый ты судьбой своей пойдешь. В руках весло от лодки, что у причала ждет тебя. Через моря и океаны доплывешь туда, где рот раскроешь от удивления. Что воплотилась давняя мечта. Слоны, кошелоты, корабли, самолеты. Жара и июнь, раскрылся сон. То наяву во жизнь твою пришло. С любовью от души природной. Предки мужского рода укрепились. И на земле твоей, в твоем роду родились. Здесь дом родной. Здесь лады, любовь. А фальш ушла. Пошла-то стороной. И расплескался ковш небесный. С небес палилось молоко. На тот, что называешь край чудесный. На лодке ты идешь легко. Заря-зареница сверкает в небе. На лодке идешь, любимчик, небо. Странник небесный. Нашел свой причал. В нем дома уют и любви лад. Не проповедуй там, где камень держат за спиной. Иди своей дорогой и иди к себе домой. Где нож заточен в кулаке, беги оттуда налегке. Быть может, ты устал. Быть может, ужаснулся тучами над головой. А это всего лишь дождь. Тот проливной. Что порожай пошел богатый. Чтобы и набиты были хаты. По сбору урожая налита. Любовь, здоровье, лад, блага. Богатством обеспечен дом. И в нем твоем живет та настоящая любовь. Что ищешь ты? Что ты нашел? И душу обняло плечо. Оно сильней, оно дружинней. Еще сильней и от сокровений открывает мысль. Чиста. Тебе блага во благороду. Открывает такие новые дороги, что интересны. По правде не в напряг. Божественный луч честно на ушко прошептал. Вдохну тебя. Новый виток, что постремился на восток. Там новый путь, что отмечен на карте. По твоей звездой рожденной. Быть может, там не долог, он вернешься. Но дарит все земли блага. Любимый путь, дороги колесишь. И все они устремлены к родному дому. На руках малыш любимый, рядышком жена. Твоя супруга очень хороша. И дочери растут прелестные. В них совести и чести до верха. И горы высокие, и бытие по нраву. Жизнь в триединстве благодать. Твое предназначение по роду. Любовь лучи в народ отдать. А благодарность будет слава. Тебе она несет ларец. В нем знания и каменья многогранны. В руках твоих и золото венец. Ура, ура, ура. Мощно, сильно. Без комментариев. Читая смыслы, там весь расклад. Знаешь, как нам Сергей Александрович говорил. Я вам прожевал, в рот положил, осталось проглотить. Поэтому там все спокойно. Все как идет, все спокойно. Все знаешь, что, как делать. Но всегда смотри, вот когда, если что, о чем я тебе говорил, ты поймешь. Чтобы не от тебя исходило. Чтобы красиво было. Чтобы лицо сохранить. Чтобы крайним не быть и так далее. То есть всегда надо вот терпение и труд все перетрут. И по ситуации. Не бороться, ничего. То есть принимать как есть. Да? Пожалуйста. Если всегда дают шанс исправиться близкому человеку. Если нет, все. Раз это, пойду другого, более мощного, сильного. Так было, есть и будет. Когда надо дело делать. Когда продолжение рода. Тебе сын. Сын, глава рода. Сын, продолжение. Сыновья. У тебя минимум еще будет двое сыновей. Девочка. Я просто вижу. Это минимум. А потом возможно еще. То есть у тебя в этой жизни еще будет два мальчика и девочка. Я вперед забежал. Магада. Так нет. Ну пройдет лет 20. Посмотрим. В принципе я все сказал. Так. И? Сейчас Еве. Все. Пусть она спит. Не буди. Значит так надо. Пусть спит. Она сейчас услышит. Подсознание все услышит. Пусть спит. Потом проснется. Мы завтра еще ей зачитаем. Ее уторкали. Энергетика усыпила. Я же говорю. Я только открою рот. Птица Сирина. Екатерина Константин. Только начинает говорить. Вот с ней никогда никого снотворного не надо. Ни за лептина. Ничего. Она говорит. Все люди спят. Вообще. Это да. Это 100%. Такой. Глазом одним. Пойдет. Пусть она поспит. Сейчас пока то все. А так вот смотри. Если вот например завтра. Вот вы там сходили. Там вода по идее горячая была. Я форточку прикрыл. Можно было помыться. Там вода то горячая. Да с утра. В обед. Просто я к тому. Что вода горячая. Просто я открыл. Я специально не открывал. Когда вы на речку пошли. Чтобы вы помыть ее мог. А ты не стал. Поэтому если она проснется в баню. Если что завтра помоешь. Вода горячая будет. Форточку мы открывать. Если что не будем. Но я думаю возможно она проснется. Потому что для меня главное сон. Знаешь как дети. Когда говорят дети спят. Они растут. Дети спят. Они растут. Сейчас мы Еве зачитаем. А потом. Идет запись да? Да. Все. Сейчас Еве зачитываем. Потом вечер проведем. Пусть ребенок спит. Если она что завтра скажет. Сейчас лапки сонные. Сейчас ее подсознанием. Со сверхсознанием. Сейчас предки. Они ее уторкали. И сейчас это. Она сейчас будет все воспринимать. По энергетике. Мощно. Сильно. То есть сейчас не род. Предки. Взаимодействуют. Сейчас они ей помогают. И она сейчас столько информации. Знаний получит. Пока спит. Все. Продолжай. Родовые. Природные вещи. Послания. Детю. Завтра мы повторим. Идите. Идите. Смотрю в небеса. Птичьих стай. В них тьма. Стремятся на запад. Там прошла пелена. Спала с глаз живых. Понарос камыш. В лесу глубокая тишь. Полесу и обратно. Домой бегу скорее. В любви ответной. Лета нежны со мной. Пронзая ветви небеса. Распустятся на них цветы. Соединяются с мечтой в природе. Рода крепки и сильны. Отводят глаз лихой. Судьба чудесная. Жизнь интересна. Хороша. На все вопросы есть ответы. В руках державы и скипетра. Кругосветная жизнь улыбается. Все течения реки устремляются. Соединиться в океан. Где глубокая тишь подымается водами ввысь. Населяется новое место. Там пошла новая жизнь. Из города в деревню. Шаг непростой. Свои кареты, свой всадник золотой. Слагаю на лету стихи. Открою новые пути. Круг обережный мой покроет города. Мой голос как собор. Звуча откроет души многих. Исцелит своей заботы и теплом. Лихие времена прошли народа. Ему себя раскрою, покажу. В руке булатный меч. В другой цветок любви. Откроет уши, как запою. Так красивее станет речь. Антилопа золотая копытцем бьет о землю. Где потопталось, деревце растет. И зернышко взрастают круглый год деревья. Пушистые листва, округлые кроны. И снова небеса птиц стаи показали. Они на запад вновь летят. А северная туча рассосалась. Пчелиный руй ушел на запад. Там медоносы новый сорт цветов нашли. Сочнее мед, как дынный вкус. Места, как рай, здесь райский уголок. Мечты твоей. И многие, как пчелы, на цветы летят сюда. Я помечтала, чтобы мечты мои все исполнялись. Чтобы улыбка всегда была, как маяком для светлых душ. Чтобы нашли дорогу к дому своему. Я помечтала и забыла. И все исполнилось намного лучше. Пришло то время, я влюбилась. Синья и дети. Муж любимый. Родители любимые. Деды и старики. И баба милая со мной всегда. Легки мои пути. На правой ладошке птенец, на левый булатный мой меч. Защита рода у меня в крови. В доме стены все мои чисты. В плену кто умыслит своих, ко мне на улыбку придет. Исцелит со мной весь род. Исполнит природы мечты. Со мной весь род это мы. Мы вместе с тобою, супруг. Детей крепких вместе родим. И воплотим весь русофруб. Мой ангел, родная моя, праматерь. Люблю тебя я. Ты мне помогаешь всегда. По жизни подмога моя. Выражением лица своему прямым я открываю двери просто взглядом. Своим усилием степенным. Я прохожу невидимые стены. Росток подался из горшка. Хранитель сокрытых знаний стебелек степенно. От плоти плоть приобретает. И даром новым меня наделяет. Гляжу в него, а в нем вселенной все тайны. Суть рождает земли. Так мы с тобой, супруг любимый, ведрусов род продолжим и родим. Предвзято, кто на суд небес подался. А нас с тобой не очень лестно отозвался. Пройдет немного времени и вспомнит, что через нас к вселенной подобрался. И если осознает, вспомнит землю. Ее все тайны и родник вселенной. Другим же и станет лучше их учитель. Всегда пред ними будет предводитель. Сам выбирает каждый путь спасения. А кто пришел и осознал родную землю, тем уж спасения не надо. Любовь им лучшая награда. Чтобы в каждой семье, роду и природе. Всегда решение вопросов было в моде. Самостоятельно решать свои запросы. Легко с природой в ладу. Ответ тем каждый будет прост и легок. Его решение всегда с любовью. Тогда же и станет веселее, степеннее. Всегда ответы на вопрос самим придут. Придет пора. И лето вновь настанет. Про годы не забудут. Но лето встанет на пороге. Его кому родня, кому родные боги в ладошках рода принесут. Из комаров ведру снова откроют нам книгу рода и вселенной. Его с тобой, друг, мы величаем и медом своих ульев угощаем. Я красота природы, все и малина. Во мне радушие и чистота вселенной. Раскрою каждого собою многогранно. Отождествляю я собой любовь. Ура, ура, ура. Тоже мощно, сильно. Сейчас мне идет информация. Мы посмотрим уже какой-нибудь фильм маленький. Природный муж. Про нас любимых секунд 20-30. Обязательно ваши два послания оба вставим. То есть в этом и твое, и ее. И выставим везде. Ну, и такую красивую. В YouTube, ВКонтакте, Одноклассники. Чтобы мало ли как в жизни будет. Чтобы эта энергетика ходила. Это очень мощно, сильно. Лет через 5-7, поймешь. То есть мы это сделаем. Возьмем какой-нибудь фильм. Секунд 20-30 небольшой. Чтобы можно было его и в Telegram передавать. Потому что это не только вам. Это через вас миллионы, миллионы людей. Очистятся, оздоровятся и любовь. То есть у вас есть вот этот портал, дар. Что помнишь, о чем говорил? Мужская и женская. Потом Батянька, дочка, эту нишу. Тоже по энергетике занимает. Я вот эти ваши два послания. Мы когда с Катериной приедем. Мы обязательно на это и к какому-нибудь фильму. 23 секунды к нашему там где-то. Посмотрим. Мы определимся и выставим. Чтоб мало ли что. Чтобы не потерялось. А вы потом, когда будете родовые книги писать. Ты свою, она будет свою. И ты вот это послание, которое там Катерина первый раз приняла. С чего все начиналось как введение. Своё вот что ты нарисуешь. Катерина в том, ты сфотографирует. Вы тоже это сфотографирует, чтобы не потерялось. Послание вот, которое вы написали. К родовым отчинам тоже. И потихонечку начинайте родовую книгу. Потихонечку, помаленечку. Это нужно для чего? Как Анастасия говорит. Своими словами. Шестая книга, родовая книга. Совсем немного дней пройдет. И миллионы отцов и материи будут родовую книгу писать. Для детей своих. Лукавства места в книгах тех не будет. Пред ними историческая ложь падет. Красиво, красиво. Вот, как для этого народу. А в идеале родовые книги будут, это когда родовую отчину. Живые родовые отчины, живые роды, природы. Но пока, чтобы это материализовалось, в смысле она материально народ составляет. А потом будет материализовывать. Через родовую отчину, отчину, менее через посадку деревьев, кустарников, цветов и так далее. То есть, вот это живое. То, что природно, оно не повторяется. Как Анастасия говорит. С севера в лес зайдешь по одному. С юга по другому. С запада по другому. С востоку по другому. Весной лес один. Природа. Зимой другая. Там осенью третья. Летом четвертая и так далее. То есть, вот эта природа по золотому сечению в природе повторов не бывает. И каждый человек, в нем образ и подобие всех предков. Но это новая жизнь неповторимая. Ну, ничего, разберемся. Новая жизнь неповторимая. Дети, внуки, правнуки, они живут. В нас все есть наше. На генном, в крови, в любви. Но это новая жизнь неповторимая. И поэтому людей в матрицу загоняют, чтобы они какого-то авторитета какие-то у них были. Какие-то боги, какие-то личности, писатели, поэты, артисты, политики. И они не свою жизнь, чужую жизнь проживают. А каждый человек, он неповторимый. Если бы у нас люди никого не копировали, а любили себя, любили и жили здесь и сейчас, ими невозможно манипулировать. Вот это и есть родовой природный божественный принцип. Все, я добавил. Хорошо. И писали мы картины, родовые отчины. И как раз, да, Олег Геннадьевич, ты говорил, про себя, если хочешь сказать, про себя, зачем приехал, что ты хочешь. Вообще, все, что хочешь. Вот все, что тебе идет, все можешь говорить. Это нужно не столько для тебя, для народу. Потому что сейчас ты материализуешь, и у тысячи, у миллионов людей одни, через тебя, именно через твою речь, через твою очень многим народу ты поможешь людям. Поэтому это нужно не тебе, у тебя все нормально, ты определился. Это нужно народу. Русам, народам, вещах русов, ядрусам. Здравствуйте всем. Меня зовут Евгений. Я приехал из Сибири. Мы много раз встречались по интернету с Олегом Геннадьевичем, с Екатериной Константиновной. Ну вот, вживую первая встреча. Я очень рад, что у нас произошла эта встреча вживую. Очень сильная, мощная, энергетическая. И всем рекомендую тоже встречаться и онлайн, и вживую, и проверять все это, как это работает на практике, изучать все это. Потому что много знаний утеряно. Здесь мы можем восстановить эти знания через себя, через свою генетику, с помощью ведрусов, хранителей, которые имеют эти знания. Желаю всем восстановить свои родовые связи, всем здоровья, счастья, удачи, семьям, родам и всем, кто смотрит. Желаю восстанавливать свою родовую связь с предками. Только так будет уже определение, ну как, будут люди уже, будете понимать, где правда, а где кривда, а где ложь. Потому что, как написано в Анастасии, действительность собой определять лишь необходимо. Вот, я благодарю всех за внимание. Всем всего-всего. Самое главное, гармонии в семье, Лада и родовые отчины. И всем 100-150 миллионов в год. Ура, ура, ура! Про родовые картины, вот, мы, да, писали. Ты, дочка, я. Родовая картина. Сейчас просто покажу. А ты все, что хочешь о своем труде расскажи. И, конечно, послание. И что хочешь добавить. Показывай. Ну, это я нарисовал родовую отчину, гармонию мужского и женского, дети там, то есть, три единства. Мама, папа, дети. Как на физическом плане, так и на тонком, на энергетическом плане. Дух, душа, тело. Мама, папа, дети. Ну, и в гармонии с природой. С родом, с природой. И с богатством. То есть, там вот ягодки, шишечки. Это все, это все материальные блага. Ну, и также и голуби летают. То есть, это и духовное все. Все в гармонии, все живет, все процветает, все развивается. Всего, всего. Ну, и родовое послание, да, вот к этой картине. Гармония, лад в семье, мужское и женское начало вместе. Вот ключ к познанию, развитию души, защитой и опорой вместе. Так создаются новые миры, вселенные, как вдохновение. Все это будет жить всегда, благодаря гармонии мужского и женского начала. А потому, а посему, да будет так всегда и никогда, чтобы это не кончалось. Ура, ура, ура. Отлично. Принято послание 7 июля 22 года в 19.25 по московскому времени. Благодарим. И вот у тебя дар есть. Теперь с днем рождения, с Новым годом поздравлять. Просто настроение хорошее. Близких, родственников, друзей. Взял и своими словами написал послание. Это мощнее и сильнее, чем просто печатное брать в магазине. У тебя этот дар есть. Теперь у тебя можешь его раскрывать, что он как замечательно. Ну, Екатерина Константиновна. Может быть, Евгений после встреч, даже после первой, да, по-моему, или после второй начал писать. Да, ну и после домашнего задания, конечно. Мы подслышали. Да, слышали. Говори, что он ладен. И после домашнего задания обязательно надо выполнять домашние задания, которые вам дают, чтобы все это реализовалось, чтобы у вас образ мыслей поменялся, чтобы энергетика у вас пошла. Обязательно домашние задания. И я выполнял Анастасию, прочитал Анастасию, теперь вот это все пошло у меня. То есть я выполнял все домашние задания. И чистки, травы антипаразитарные, книги читаю, осмысливаю. Ну и все прекрасно. У меня все в жизни только лучше стало. И вот как говорили, что будет лучше там во всех вот моих делах, но не буду говорить. Ну, всем желаю пройти Академию Рот и Природа и почувствовать это на себе, разницу. Как было до и как будет после. Благодарю. Благодарю. Так, ну и сейчас вкратце, раз я обещал, про сворожий круг, про чакры. Это будет вот, что это, о чем речь. Вот это наша 16-ричная чакровая система. Почему 16 у нас не 10-ричная, у нас 16-ричная. Мама, батя 2, бабушки, дедушки 4, прадедушки, прабабушки 8, прапрадеды, прапрабабушки 16, 32, 64, 128, 256 и так далее. Это принцип золотой ощущения. Поэтому в пуде 16 килограмм у нас в сутках 16 часов. В компьютерно-истеричной системе. Вот это вот 16. Это название, это чакры, можешь держать. Это как раз название созвездий чертогов. Это 16 часов в сутках. В сутках по 90 минут. Вот был у нас не 24, 16. Это символьные изображения. Это рунические этих созвездий чертогов. Это идут стихи. 9 стихий. Это чакры человека. Это связь с землей исток. Это зарод, вторая чакра. Живот, третья. Персия, это четвертая. Лада или древо, предки мужского рода. Небеса, это предки женского рода. Океан, это устье. Луна, это гипофиз мозга, это голова. И бог или род, это бело-серебрян свет, это высокие частоты. Ее дождь, светит солнце, мы видим радугу. Что от людей скрыли? Связь с землей, первая чакра. То есть на востоке нету там муладхара. Каждый охотник желает, где сидел фазан. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишхудшу, Ажан, Сахасрара. Там на востоке у людей есть, но им не говорят. Связь с землей исток. И связь с родом бело-серебряный цвет и темный. Мать, мать. Мать, это материализация. Тьма обратно прочитать. Это не темные силы, это дух. У душа нету плоти. И предки в том числе. Поэтому вот оно. Поэтому девять стихий у нас не пять и не семь. Девять. То есть земля, звезда, огонь, солнце, древо, небеса, океан, луна и род. Дальше о чем идет речь? Это девять земель наших, в нашей солнечной семье. Три девятая церковь, три десятая государства. Где гармония мужского и женского. Там девять земель. Я покажу потом. Нет. Я не достал, где двадцать семь земель. Ну все, она там. Покажу потом. То есть девять земель это то, что люди называют. Солнце, луна, Меркурий, земля, там Марс, Юпитер. Девять земель. У нас мужское и женское. То есть это Кола Молока вот она показывала. Кола Сури, туманность Андромеды. Мужское и женское начало. Вот он в Одессе девять земель. Здесь еще земли. Называется Кола Молока. Или галактика женская начало. Это Кола Сури, туманность Андромеды. Здесь на самом деле в нашей солнечной системе двадцать семь земель, а не девять. А здесь у нас именно гармония мужского и женского. Сейчас Екатерина, да, Константин вам покажет. Это вот образно. Вот они эти двадцать семь земель. Вот они. Это вот первый круг. Здесь второй круг, третий. Первый. Это и орила солнца наша. Второе. Это земли без лун. Ну, это вы знаете, как Меркурий, Венера. Дальше. Земли, имеющие по две луны. То есть, когда-то у нас на земле две луны. Даже три было. Как говорят, Фата, фатальность. Леля. И вот сейчас наша луна. То есть, месяц, да. Двадцать восемь было. Тринадцать дней. И было девять, по-моему. Дальше. Следующая. Это вот земля. Терра, третья от солнца. Затем четвертая. Землю, имеющая более двух лун и кольца. То есть, здесь уже кольца есть. Почему вот иудеи носят такую шляпу? Они считаются, что они пришли с Юпитера. И поэтому вот эта шляпа черная, это как раз вот это кольца Юпитер. То есть, а Сатурн, Сатурн, Сатана. Ну, оно там, вот они вот эти земли, Сатурн. И они в это вот именно носят. Следующая. Дальше у них все. Дальше обрезано. У них памяти нет. Дальше. Земли системы гиганты. Это вот этот уровень. Пятый. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый. Следующая. Шестой. Земли системного отображения. На них идет отражение жизни в других мерностях. Поэтому у людей как бы отражение. Поэтому если человек думает, что где-то боги там, все там, идет отражение. И человек не может на уровне мыслей путешествовать во вселенной. То есть, выйти за пределы нашей солнечной системы. Это как раз вот этот вот шестой уровень отображения. И седьмой, вот этот уровень, это земли порубежного контроля. И гравитационные системы устроены так, чтобы ни одна земля или другое небесное тело, планеты, астероид, кометы не покинули систему Ярилла Солнца. Это вот это. Это просто людей. Вот это 27 земель. Это путями великого россиянина Александра Сюман-Чиванченко. Это вот первое называется Кола Ярилла, Кола Молок и Кола Сури. Поэтому 3 9 царства, 3 10 государства. Здесь 27 земель. Продолжаем дальше. Вот этот сварожий круг. Поэтому вот эти все стихи, они связаны с чакрами человека. Вот это 9 земель. Я вам назвал. Затем 9 дней в неделе. Понедельник, вторник, третийник. Четверик, пятница, шестица, седмица, осмица, неделя. Сказка Конек-Горбунок. На первую седмицу он поехал в град-столицу. Сказка Каменная чаша Афанасьев. Уральские сказки. И седмица прошла, осмица и неделя наступила. Только русы, тризну, пойминки справляют 9 дней и 40. Никто 7 и 3 с ней справляет. Потому что у нас в неделе 9 дней, вместе 40 и 41. Вот это как раз, это чакры человека. Вот эти точечки. И это человек. Число человека 3 шестерки. 6 и 3, 18. 1 плюс 8, 9. Это жреческий магический квадрат. Ведруский. Его еще называют квадрат Пифагора. И трус Пифагор. Все масоны, все вот на этом устроено. Это игра в кресики, нолики. Вот и вышки 5G и так далее. То есть, кто в центр ставит, тот и выиграет. То есть, если вы кресик и нолик поставите, вы выиграете. Поэтому, когда программы запускаются, они уже знают, что причинно-следственная связь на выхлопе. А народ не понимает, ими манипулируют. Поэтому вот он, жречки. Это у нас на второй ступени Академии. Мы рассказываем, жречки, магический квадрат. Он связан с чакрами человека. И он очень мощный, сильно на этом вся нумерология, астрология, тарология построена. Это символ рода, это сварожий круг. И теперь я расскажу вкратце про чакры. То есть, вот они первые. Эти чакры, это первый исток, связь с землей. То есть, за это отвечает что? Надпочечник, это находится в промежности человека. И за это еще отвечает надпочечник и адреналин. Вот адренохрон, когда вот там над детьми якобы измываются. Это, короче, кислый адреналин. И его используют как наркотическое средство. Поэтому над детьми измываются, потом берут. Частично пуповина в этом участвует, когда делают аборты на больших сроках. Почему сейчас всех, даже если у женщины первая беременность, и она замужем, и есть супруг, я рекомендую идти и сделать аборт. Потому что это стоит огромные деньги. Это стоит сотни тысяч, сотни тысяч долларов, миллионы. Это зависит от того, какой род. Если мощный, сильный род, они фанатики, шизофреники, они во все это верят. Поэтому это исток, связь с землей. Поэтому проблемы с этим центром заболевания ног, заболевания костей. И когда у человека много страхов, и паразиты антипаразитарные, если человек не пьет, у него проблемы с мочеполовой системой. Вирусы, бактерии, паразиты, грибы. И все это передается заболевание через мочеполовую систему. И вот сколько у мужчин и женщин было, у женщин мужчин. Вся эта информация хранится как фотографии. Вот после чистки все это снимается. Но дальше зависит от образа жизни человека. Если человек образ жизни меняет, это не возвращается. Если нет, тогда это все пытается вернуть. Заболевание. Это ожирение, это геморрой, и шааз. Именно когда заклинивает. Это вот первая чакра исток. Поэтому на Руси, чтобы энергия правильно трансформировалась, были ставни на окнах. Сейчас это прихватизировали священники и раввины. Те, кто обрезаны. Они носят черную ромоку, черную одежду. Это первая чакра исток. Вторая чакра, это за рот, за рождение жизни. Отвечает у мужчины яички, у женщины яичники. Если вы устройство вселенной посмотрите, там тоже три, да, принцип. И у мужчины мужской орган, левая, правая яичка. Это как кола молока и как кола суритуманасиандромед. У женщины тоже, у нее, допустим, матка и два яичника. То есть принцип вот этого. Это уже мы на второй, третьей ступени подробно объясняем. То есть вторая чакра, это за рот, за рождение жизни. И какие заболевания. Заболевания мочеполовой системы, заболевания почек, бесплодия, все раковые болезни, миома матки и так далее. Это если обида на детей, мамы обижаются или отцы, у них проблемы с мочеполовой. Они решаются, как правило, маток. Если, допустим, обижается мужчина на женское начало, у него, как правило, импотенция аденомопредстательной железы. Если девушка боится забеременеть, у нее, как правило, воспаление яичников. Но еще и паразитов нужно выгонять. Вот нам-то бесплотные приходят, мы восстанавливаем родовую связь, пупочек на место ставим. Потому что, когда у человека много страхов, адреналин выделяет надпочечники. И пуп уходит с места, опускаются почки, уходит позвоночник. И чтобы позвоночник поставить, обязательно нужно ставить пуп на место. Это как раз вторая чакра. Поэтому первая чакра, если сны снятся, вы видите цветущую землю, деревья, сады, значит центр хорошо работает. Если вы ходите по подземелью, по каким-то пещерам, у вас проблемы с этим центром. Вторая чакра, если вы видите чистую воду, рот свой всех здоровый, улыбаются. И видите вода чистая, там рыбы, дельфины, значит центр хорошо работает. Если вы видите во сне грязные, в воду там мертвых, там морская фауна, проблемы с этим центром. Третий центр, это отвечает поджелудочная железа. И вот поджелудочная железа, это как раз укусахарный диабет, вырабатывает поджелудочная железа. И людей садят на наркоту, то есть инсулин. У людей и так проблемы, то есть нужно просто почистить антипаразитарные травы. А здесь проблема ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. И поджелудочная железа, в том числе вот желчный пузырь, то есть что вот вырабатывают? Аж хлор, соляная кислота. И когда люди неправильно питаются, кушают жареную, вареную, копченую пищу, вырабатывается аж хлор, соляная кислота. У человека отсюда проблема гастрит и язвы. То есть у человека много кислоты. Чтобы переработать вот эту пищу, много кислоты. И эти люди ничего кисло не могут кушать. Нужно ощелачивать организм. Как это вода с лимоном и антипаразитарные травы. Поэтому проблема поджелудочная железа и ЖКТ, заболевание желудочно-кишечного тракта. Поэтому мы всем рекомендуем касторку, чистка печени, антипаразитарные травы. Сны. Если во сне вы видите огонь предков женского рода, потому что это пуп земли. Когда мы умами в животике питаемся через пуповинку. Затем выражение пуп земли. Когда молодняк что-то хочет сделать, а деды говорят, у тебя кишка тонка, пуп не на месте. Обида на женское начало, пуп уходит влево. На мужское вправо. Обида на себя любимое, на маму, батю, детей, пуп под сердцем. И когда человек несет не свой крест или что-то тяжелое поднял на цадо, пуп уходит вниз. Отсюда и забеременеть не могут, выходить не могут. Есть выражение нести, не свой крест. Иногда у людей пуп раздроблен на 3-4 части. Это все третья ЖКТ. Четвертая чакра, это перси, это иммунная система, это здравь. Правь, явь, нафь, славь, здравь. Это сознание, объясняю простым языком. Сознание это ваше, подсознание от мамы, характер. Сверхсознание от отца, харизма, совесть от предки. Предки женского и предки мужского. Вот на санскрите это панчататва, 5 энергий. У иудеев 5 книжек, Моисея. На западе это пантакль земли. 5 энергий творения. И здравь здесь и сейчас, это иммунная система, вилочковая железа. Те, кто гармонизатор, у кого гармония мужского и женского, это люди, гармонизаторы. У них над головой у святых рисуют оселедец, это золотое свечение. То есть, где живут такие роды, человеки, там не бывает никаких эпидемий, наводнений, цунами, землетрясений. То есть, этот род, он трансформирует энергию. И у нас, говорят, не место красит человека, человек место. Это всего лишь навсего четвертая сердечная чакра, любовь. Поэтому, где-то Анастасия говорит, народ, пока вы не вернете любовь всеми, вам удачи не видать. Поэтому, какие проблемы, за это отвечает вилочковая железа. Здесь же находится, смотрите, где какая чакра, какие органы, легкие бронхи и сердце. Поэтому, вот почему, когда там определенные болезни, слизь гонит. И когда много страхов, человек, говорит, задыхается от гнева. Вдохнуть не может, астма. И вот эта вся слизь, она выходит. Вот это, как правило, когда грипп весной и осенью. То есть, идет слизь, а это придумывают разные болезни. То есть, смена питания, смена климата, люди в тепличных условиях, и у них начинает идти слизь. И вместо того, чтобы сходить в баньку, редечку с метком, пропить антипаразитарные травы, касторочку, печень почистить, люди становятся лекарственными наркоманами. И без таблеток жить не может, и органы атрофируются. Это все, за это отвечает вилочковая железа. Это и есть любовь. Вот крест, видите? Вот здесь как раз идет соединение. То есть, энергия женская идет из земли. Харизма сверху идет через предков мужского и женского рода. Именно вот это то, что люди называют любовь. Следующее, предки мужского рода, это древо и это лимфосистема. Потому что все человек кушает, вот оно идет, если ЖКТ не справляется, все скидывают в лимфу. Почему вот заболевание плеча, руки, это проблема с предками мужского рода и лимфа. Вот как раз заболевание, если лимфа, а это предки. То есть, вот когда человек кушает ГМО, какие-то лекарства, таблетки, наркота, сигареты, никотин, водка, спиртное. Это все выкидывается в лимфу. У человека начинаются проблемы. Это надо просто очищать. И тогда неподвижимость плечевого сустава, лимфосистема и рак. Если проблема с предками мужского рода, как правило, левую грудь отрезают. Если женская, вернее, да, мужского правую, женская левая. То есть, это лимфосистема предки мужского рода. И предки женского, я вам еще раз говорю, сознание-то ваше. Подсознание характер от мамы, сверхсознание харизма от отца, подподсознание энергия сокрытия. Мы в жизнь приходим через природу, мама рожает, материя, за это женское начало. Когда человек финансовые средства не туда тратит и плохо к женщинам относится. Предки женского рода это прикрывают. А предки мужского рода откровение открывают. Поэтому это называется подподсознание, это подсверхсознание. Читаешь умные книжки психологические, там везде сознание, подсознание, сознание, подсознание. Где сверхсознание? Где здесь русский долг, здесь Русью пахнет. Видите, как взаимосвязана вот эта совесть. Характер от мамы, подсознание, харизма сверхсознания от отца, подподсознание предки женского, подсверхсознание предки мужского. И соединение здесь и сейчас. Только человек, живущий в теле, воплотимо что-то изменить. Предки наши ничего не могут изменить. Потому что они жили, любили, радовались. Может изменить только человек, живущий в теле. Но, когда ему помогают предки, то что вы ангелами, хранителями, по энергетике. Тогда у человека все выруливается, все выстраивается. И любовь, здоровье, счастье. Вот как раз у нас, когда народ на гвоздях читает молитву мантры, как Иисус Христос, Сын Божий, говорил. Я храм разрушу и в три дня сотворю нерукотворный. Храм это наше тело, где живет дух и душа. Что такое Библия? Библия это история иудейского народа. Хорошая историческая книга. И он своим ученикам говорил. В землю хананскую не идите, идите в землю иудейскую. Я послан для заблудших овец Израиля. Это все написано в Ветхом Завете, в Библии. Это только история иудейского народа. Там нету русов, нету китайцев, индусов, германцев, англичан и других народов. Но я говорю современным языком. Там семитохамидские народы и 12 колен Израилева. Дальше. Это я вам рассказал, предки мужского и женского. Дальше идет. Это как раз вот эти все чакры. Видите, если мы посмотрим. Первая земля. Вторая звезда зарождения. Третье солнце. Четвертое древо. Пятые небеса. Шестой океан. Океан это как раз уже устье. Что за это отвечает? Ухо, горло, нос. Лор. Заболевание. Щитовидная железа. Поэтому те люди, кто сквернословит. У кого обиды. У кого проблемы. А это мочеполовая. То есть горло связано с мочеполовой системой. Голова, головка. Губы, губы. И вот смотрите. Почему, как это не я, это психологи говорят, иудейские. Никогда женщин не поднимет руку, никогда мужчина не поднимет руку на женщину. Мужчина якобы убивает женщину мужское начало, когда мужика выкатывает. И никогда женщина мужчину оскорблять не будет. Если он женщину выкатывает, тогда она его воспитывает. Это не мы, это говорят иудейские психологи. Поэтому это щитовидная железа, ухо, горло, нос. Заболевание уха, горло, носа. И щитовидка. Вот если когда у кого щитовидка, можно просто мантру читать. Буагир. Буагир. Кадык. И очищение. Ну естественно, здравое питание, живое растительное, чистая вода, чистый воздух. И все проходит. Вот это как раз щитовидка. И у кого это все нормально, у кого хорошо поставленный голос. То есть человек, нет слов паразитов. Э, Б, М. То есть у человека, если он четко мыслит, он четко говорит. Это как раз в океане материализована вся вселенная. То есть наша земля, матерь-матка, энергетический центр. И у нас на земле присутствует вся вселенная. Поэтому следующее. Луна, то что люди называют, это гипофиз мозга. В гипофизе мозга находится вся наследственная информация. Цвет волос, глаз, характер, привычки, болезни. Вот почему голова болит? Голова не может болеть. Здесь, Кость, у меня бабушка говорила, голова не попа, завяжи и лежи. То есть когда человек в жизни что-то не может изменить, а ему не нравится, а он не может, начинает болеть голова. То есть человек не хочет принимать жизненную ситуацию. Кстати, здесь же головные боли, ужасы, кошмары. И вот эта вся шизотерика, когда людей на страхе держат, у человека проблема. Говорят, не голова, а дом советов. И за это отвечает как раз оба полушария мозга. Вот гипофиз мозга. Это в свороженном круге, это как луна. Отсюда все магические обряды, лунные культы, магия. Кстати, приливы, отливы у женщины месячные, 28 дней. Растущая луна, садим все, что в землю убывающее. Вернее, растущая, что вверх растет, убывающая то, что в землю полнолуние. Вот эти, кстати, гермафродиты, которые у них зависят от фазы луны. Это вот как ганеши. То есть, если растущая луна, они как мужчины, полнолуние, они как женщины. Но чтобы родить ребенка, им нужен мужчина. И вот эти все ГМО, когда вот там именно больше женского. То есть, там нет мужского. И если их искусственно не выводить, они вымрут. Кстати, ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди выполняют эту нишу. Все эти лунные культы, магия, шаманская болезнь, страхи, ужасы, кошмары. Это все относится к этому. И следующее, если мы посмотрим, следующее. Это вот как раз родник. Не фиолетовые дети индига, а это белосеребрянный цвет харизма. Вот у кого духовное зрение есть, они видят свет, либо серебряные нити. Вот это как раз родник. То есть, светит солнце, идет дождь, мы видим радугу. Это харизма через отца. Поэтому, если люди не уважают отца, харизмы не будет. Через отца связь восстанавливается со всеми предками мужского рода, как по материнской, так и по отцовской линии. И за это отвечает эпифис мозга. Какие проблемы у человека? Умопомешательство. А сейчас, что не дурак, не идиот, он святой. То есть, это умопомешательство. Поэтому, когда люди занимаются шизотерикой, наркота, алкоголизм, табак, искусственные наркотики, адренохром, у них сносят крышу. И вот если человек что-то начитал, то, что приобретено, мы убираем. То, что врожденное, это убрать очень сложно, практически невозможно. Но то, что человек книжек начитался, крышняк съехал, мы на академию это убираем. Какие способы? Нужно человеку убрать от источника, чтобы он шизотерику не читал. Его надо на огород, тяпку, лопату ему, либо в лес. 2-3 месяца и психика восстанавливается. Это у Анастасии в книгах Владимира Николаевича Мегре написана серия книг «Знечки от России». То есть, любого человека можно вывести из состояния шизотерики 2-3 месяца. Он восстанавливается. А сейчас людей в больничку, их там закалывают. И потом овощи получаются. И тормозит психосистему. Плюс солдатам бром кидают и так далее. И люди становятся инвалидами. Вот я очень много встречал эпилепсии. Особенно ампутанты у кого. Или когда человек много таблеток пил. Особенно психические, шизофренические, биполярные расстройства. Если человек несколько лет пьет эти таблетки и лекарства, у него начинается эпилепсия. Ну, по энергетике это называется шаманская болезнь. Когда подселение духов. На самом деле это идет химическое, лекарственное отравление. Что такое рак? Рак это химическая лаборатория по переработку химического дерьма. Почему люди вес набирают? Потому что мы все состоим азот, кислород, углерод, водород. Аденин, циамин, гуамин, тиамин. Это биология, это химия. Эта цепочка устроена так природно. Вся биологическая, родовая жизнь, природа на земле так. Человек, животные, растения. Все состоит. Когда делают химию, ГМО, там с нефти, с газа, искусственно. Эта цепочка меняется. И организм это вывести не может. Это идет на органы, это идет слизь, болезнь. Рак первой стадии, это слизь. Рак второй стадии, слизняк. Это уже болезнь передвигается. Рак третья стадия, метастаза. И рак четвертая стадия, метастаза прорывается. И все это выходит. Поэтому, если у многих людей вес, это не значит, что они много кушают. Они кушают всякое дерьмо. ГМО, все. Поэтому это только чистое живое растительное питание. Минимум 50% без фанатизма. Живая вода, солнце. Для этого нужны родовые отчины. Человек может избавиться от всех болезней. Это тоже говорю не я, это говорит дед Анастасия. Когда они с Мегре повстречались, ему было 119 лет. А прадед прожил 147 лет. Потому что староверы, ведрусы живут круг жизни. Минимум 1, 144 лета. 9 инин. Прапрадеды дожидаются праправнуков. А сейчас люди умирают не от старости, а от болезней. Поэтому, в принципе, если человек научится правильно питаться, питаться нужно как дышать, научится очищаться. У каждого человека потенциал жизни более 100 лет. Вот сейчас люди книжек начитались. Кто говорит, я 300 лет, кто 500, кто 10 тысяч проживу. Олег Геннадьевич такие книжки читал. Олег Геннадьевич им всем говорит, давай так, проживи ее до 100 лет, проживи, а потом поговорим. Что если человек пьет, курит, наркотики, кушает, что попало. Он не то, что до 100 лет, он даже до 70 лет не доживет. Вот сегодня здесь приходил ботянька, там у кого мы арендуем, ему 70 лет. Вот они вместе с сыном, 70 лет дедушке, они рубят новый дом. И вот он нам сказал, не буду его имя называть, что если бы не ботянька, этого дома бы не было. Там, где мы проводим академию. Видите, то есть человеку 70 лет. Вот сегодня я с утра смотрел, они с 8 утра до вечера. Вот он топором водичку пил, раз покушали, сходили, может два раза. И вот дедушке 70 лет. А многие люди в 70 лет уже горшки выносят. То есть они даже мощи свои им утки подставляют, задницы вытирают. То есть они ничего уже не могут делать. То есть видите, активно жизнь на позиции. Человеку 70 лет, он еще с топором. Так что вот так. Вот вкратце так. Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Завтра какой будет запрос про сворожий круг я рассказал. Про чакру, систему, про болезни рассказал. На сайте родовой стоки у нас это есть. Это нужно как руны этруски учить. Как чисто, как таблицу умножения. И тогда это вот как я вот так рассказал. Дальше будет открываться. То есть вот эти вещи, они как болезни, причинно-следственная связь. Потому что я чакрами занимаюсь с 1995 года. Осмысливаю. Я вкратце это рассказал. То есть я уже этим занимаюсь 27 лет. То есть причинно-следственное заболевание. Как от них избавиться. Самый простой способ голодания. Если люди не могут. Медицинское показание. Там допустим, если сахарный диабет нельзя голодать. Там еще какие-то проблемы психические. На определенном этапе. Потому что если будет человек психотропный употреблять и кушать не будет. Он весь организм посадит. Пройдет год-два. Он будет инвалидом по общему заболеванию. Обязательно в идеале голодания. Антипаразитарные травы. Пижма, полынь, тысячелистник. Корень лопуха, корень одуванчика. Корень аира, корень имбиря. Хвощ полевой. Гвоздика. Обязательно корень солодки для ЖКТ. Корень валерьяны для сердца. И обязательно у людей проблема с мочеполовой системой. Почти у всех беспорядочная половая жизнь. Поэтому лист, брусники и укроп сушеный. Все это мелите на кофемолке. Сухую траву не заваривайте. И по чай на ложке. В рот закинули, водой запили утром и вечером. ЖКТ чистить. Это касторовое масло. Это лимонный свежеотжатый сок. 1 грамм на килограмм тела. В наших фильмах это есть. Три дня подряд очистили. Если плохо, через 2-3 дня повторили второй раз. Третий ЖКТ очистили. Затем печень чистим. То есть вместо касторового масла бельнем. Или кедровый, льняной, или конопляной, или горчичной. Почему нужно так? Потому что если вы ЖКТ не очистите, будете чистить организм. У вас будет ацидоз. То у вас это все дерьмо выкинет. ЖКТ у вас организм. Это впитает. И даже может скорая помощь вас увезти. Вот Олег Геннадьевич когда голодает. Здесь есть в центре Нюмывакина. Я там несколько раз был. И там был такой Юрий Борисович. Сейчас его нет. Он мир по родителям ушел. Он все ждал. Когда же Олега Геннадьевича ацидоз будет. А у меня не было. Я 15 дней голодал. Потому что я голодовки делал чище. У меня все ЖКТ чистое. А когда люди если ЖКТ не очищены. У них проблемы начинаются. Поэтому сначала ЖКТ чистим. Касторого масла. И лимонный сок. 1 к 1 грамм на килограмм тела. Затем печень. Антипаразитарные травы. Обязательно баня. Сауна. Зарядка. И обязательно живое растительное питание. Чистая вода. Чистый воздух. И в принципе вы будете здоровые, любимые, богатые, знаменитые. На сегодня мы закончим. Желаем еще раз вам всем родовых очин в очин. И менее не менее гектара земли. Денежных финансовых средств. Минимум 180 миллионов рублей. Для обустройства качества жизни. Ежегодно. Здесь и сейчас. И когда у нас будет 50% плюс 1 человек. Будут изменения. Мы вещи русы. Мы ведрусы. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Наше дело правое. Победа будет за нами. Любовь, радость. Все предки русы с нами. Так было, есть и будет. Ура, ура, ура.